Конечно, мы будем проверять любую информацию, которая поступает, и в этом один из принципов нашего министерства. Мы открыты, и поэтому, если есть информация, у нас уже занимается проверка этой информации Служба внутренней безопасности. Я хочу только обратить внимание ваше на то, что как-то дивно очень получается, что террорист Кадаковский, на руках которого кровь наших людей, удивительно синхронно действует с некоторыми нашими парламентариями, одномоментно выступая с обвинениями в адрес нашего офицера Голубана, и в унисон требуя одного и то же. Это и есть тот элемент гибридной войны. Я не знаю, чего добивается бывший гражданин Российской Федерации Зимин, он же Егор Соболин, или господин Семенченко, волею судьбы попавший в парламент, профессиональный аферист, человек, который около шести лет скрывался в Российской Федерации от угловного преступления. У каждого нет идеальных жизней, нет идеальных биографий. Но мне вызывает просто удивление, когда некоторые люди в нашем парламенте действуют синхронно вместе с террористом Кадаковским. Что касается предоставленного видео, то мы вчера даже установили уже через специалистов Центрального ДКЦ, что видео монтированное, не выдерживают никакие критики. Но! Это посеяло вопрос в обществе, поэтому мы на него ответим. Мы обратились в Генеральную прокуратуру, в Службу безопасности, для того, чтобы они провели независимое проверку. Наша служба внутренней безопасности проводит параллельное проверку, в том числе выясняя, где находился в заявленные времена наш офицер, чем он занимался и так дальше. Офицер Голубан готов пройти детекта лжи и готов произойти всю интересующую информацию. А я спрашиваю тех, кто обвиняет, а вы готовы? Потому что большинство из вас бесстыжие рожи, которые не сделали для Украины больше, чем он. А этот человек, мы первый раз с ним столкнулись где? Под Маринками? Да. В бою он потерял, он получил ранение и все остальное. И я предостерегаю всех использовать такие ситуации для политических целей. Люди, политика потом проходит. Кто вести вернется? Я поддерживаю инициативу губернатора, когда он сегодня говорит о том, что должна быть политическая диета, или гигиена, как я скажу, диета. Диета. В тех местах, где особенно жарко. Нам здесь и так очень непросто. Хватит нам подбрасывать фальшивые темы. Поэтому, безусловно, полная, тотальная проверка. Безусловно, все карты на стол. А потом, я хочу или извинения, или санкции в отношении, если подтвердится информация. Давайте прекратить верить террористу Ходоковскому. Еще будет цитировать Гиркина. Кого еще? Дальше с самопомощью выступит в унисон с Путиным? Я никогда не спекулирую на этих темах, но некоторые вещи вы для них очень удивите.